Первое для ребят построение прошло без заминок, ведь готовились они заранее и уже знают, что такое рапорт и как верно отдавать пионерский салют. Торжественная клятва изрядно поменялась с советских времен, но суть осталась прежней. Они обещали горячо любить родину, жить честно, учиться настойчиво и выполнять законы пионерии. Юных патриотов поздравили депутаты-коммунисты, а заветные красные галстуки повязали ветераны пионерии. Когда я вступила в пионеры, я с этим галстуком очень долго спала, даже не могла расстаться. И я начала свою пионерскую деятельность, когда я училась в седьмом классе. Я была уже вожатой в четвертом классе. Вот представьте, с 14 лет я всю жизнь с пионерами. Бывших пионеров не бывает. Тем, кому сегодня за 30, с гордостью носили красный галстук. Мы решили спросить у горожан, помнят ли они торжественную клятву пионера. И вот, что из этого получилось. Пионер друг и товарищем. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер лучшей учебе, труде и спорте. Равняется на героев борьбы и труда. Ну смотрите-ка, это сколько? 60 лет прошло. 60 лет прошло. Подзабыли. Нет, дело Ленина должно всегда жить. Наш опрос показал, что несмотря на то, что теперь день 19 мая официально носит название «День рождения детской организации страны», для тех, кто помнит свое пионерское детство, он все равно остается днем пионерии и одним из самых ярких впечатлений школьной поры. Анна Зуева, Сергей Костенко. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова